Я разобралась иногда с чужой техникой, бывшая сходность первого года. Здравствуйте, да, как мне признают, меня зовут Елиса Салина, я училась на факультете истории ЛГБО и в качестве магистрской диссертации изучала причины гендерного неравенства в России. Поскольку тема гендера достаточно обширная, я занималась только правами женщин, чтобы не растекаться по древу, так как даже по каждому пункту, который я пыталась осмотреть в своей работе, можно написать, наверное, отдельную работу. И сейчас я в целом попытаюсь рассказать, срезюмировать то, к чему пришли исследователи современные на данный момент по этому вопросу и какие-то моменты, которые я отразила в своей работе также. Современные... Современные... Так, меня слышно? Если я не буду очень тихо словом, можно попросить. Современная международная система защиты прав человека считается сложивость в 2-й половине 20-х века, после 2-й мировой войны и когда появились организации, которые ныне действуют в этой серии, я имею в виду, защиты прав человека, это ООО, например, или Совет Европы. Россия, ну, поначалу Советский Союз, а теперь уже Россия, тоже участвует в этих структурах и подписывает многие документы по защите прав человека. Ну, он, конечно, не только занимается правами человека, но у нас сейчас ракурс именно такой. Вы видите на слайде те документы, которые касаются непосредственно женщин. Тут есть как общие документы о правах человека, она вроде Устава ООН, всеобщие декларации, Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Вот, нам они интересны с той точки зрения, что они запрещают какую-либо дискриминацию по разным признакам, в том числе и по признаку Бога. Также тут перечислены документы, которые касаются непосредственно женщин. Венская декларация программы действий, например, декларация о воскресенье насилия в отношении женщин и так далее. Вот. Угубляться во все это мы не будем. Нам это интересно с той точки зрения, что Россия, подписывая эти документы, принимает на себя международные обязательства. То есть она обязывается обеспечивать права женщин на своей территории. Также, скажем так, международные правозащитные принципы векли в основу нашей Конституции современной 1993 года. Мы можем посмотреть в блок основной права и свободы гражданина. И дальше, поскольку Конституция основной документ государства, эти права должны находить отражение во всех остальных законах Российской Федерации. Еще международные документы интересно посмотреть с той точки зрения, что для защиты, по крайней мере, уже точно некоторых из них, например, там, Конвенция ООН или Конвенция о защите прав человека Совета Европы, есть механизмы защиты этих прав. Например, по Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин существует комитет специальный, который мониторит то, как выполнять свои обязательства, подписавшие эту Конвенцию государству. И направляет там замечания, доклады. А государство должно ответить, что оно в этой области делает, и если чего-то не делает, то почему. Ну, у Совета Европы есть Европейский суд по правам человека, куда можно подать жалобу. При этом в Европейской Конвенции нет отдельного какого-то пункта о женщинах, ну, то есть именно о защите прав женщин, там есть вот именно этот пункт о недискриминации. И эта статья о недискриминации, она не самостоятельная, наверное, потому что, когда нарушается... Да, женщина дискриминирует, то есть дискриминирует в какой-то области политической, там, трудовой и так далее. И, соответственно, происходит нарушение политических, трудовых или еще каких-то прав. Одновременно с дискриминацией. Поэтому, например, нарушение какой-то статьи Конвенции о защите прав человека, если произошла еще дискриминация, может сопровождаться жалобой на статью еще о недискриминации. Но отдельно на недискриминацию пожаловаться нельзя. Вот, надеюсь, понятно объясню этот момент, если потом по нему будут вопросы, я еще раз могу чуть подробнее пояснить. Вот, соответственно, есть международное обязательство, есть Конституция Российской Федерации, есть документы, подписанные Российской Федерацией. Сейчас посмотрим, как Российская Федерация соблюдает вот эти вот обязательства на своем, на государственном уровне. Кстати говоря, уже по тому, какие документы подписала Россия, видно, какие, например, у нас в области проседают. Здесь не отражен этот документ, поскольку он не подписан, но, наверное, возможно, вы знаете, что Стамбульскую Конвенцию о защите женщин от домашнего насилия Россия не подписала. Соответственно, у нее нет обязательства, она на себя не взяла. Соответственно, на государственном уровне она как хочет, так с этим вопросом и работает. В частности, возможно, с этим и связано то, что у нас нет ни положения харассмента, ни закона о домашнем насилии. И вообще произошла, как вы знаете, декриминализация побоев в прошлом году. Права человека — это не все права вообще, которые мы можем найти в сходе законов. Это основные базовые права. Как правило, делят на несколько групп. Например, политические, трудовые и экономические. Так и были задуманы. Часто спрашивают. Да, да, такая она уже одна, я думаю. Вот. То есть, у нас человека — это базовые права в определенных сферах. В политической сфере, трудовой, там экономической. Соответственно, можем посмотреть о том, как соблюдается права женщин, например, в политике. И я, в общем-то, эту тему и рассматривала, например. В политике у нас большая проблема недопредставленности женщин. Даже национальная стратегия действий интересов женщин правительства, которая была принята в прошлом году, признает это. Вот это официальные цифры нашего государства, что в Совете Федерации всего 17% женщин, в Госдуме 15% — это парламент. Вот. А дипломатов у нас 16% женщин. То есть, не такое большое количество. Партии России именно женским вопросом, как таковым, не занимаются. То есть, тем, чтобы женщина могла реализовать себя на разных уровнях. Они, как правило, если о чем-то не говорят, например, ОПР, Единая Россия и даже такая, наверное, малоизвестная партия, как «Женский диалог», говорят о женщине только как о матери, о том, что нужно защищать ее материнские права, о том, что нужно защищать детей и так далее. То есть, вот эта вот риторика «женщина в первую очередь мать», о которой говорила предыдущая выступающая, она продолжается до сих пор, в том числе и на государственном уровне. С 1991 по 2014 годы у нас было не так уж много и женщин-министров. При этом, конечно же, Конституция, например, говорит о запрете дискриминации. Мы признаем эти международные принципы. В чем же дело, почему женщины недопредставлены? Как и будет видно и по остальным сферам, о которых я буду говорить, проблема заключается в том, что мало что-то прописать на уровне Конституции или подписать даже международные конвенции и так далее. Нужно что-то делать, придумывать какие-то определенные механизмы, чтобы эти положения в документах заработали. Что предлагают эксперты, например, для того, чтобы повысить количество женщин, участвующих в политике? Ну, кроме образования, просвещения и так далее, можно ввести систему квотирования, которую вы, наверное, слышали. То есть, чтобы, допустим, дипломаты брать, не знаю, 30% женщин. Чтобы было не меньше 30%, например, или какой-то другой процент. То же самое отбирать в депутаты и в Совет Федерации и так далее. Конечно же, и партии могли бы больше заниматься этим вопросом, что-то там провозглашать. И потому что женщины — это половина, в общем-то, населения, это достаточно большая часть электората. Я думаю, что у них есть вопросы не только связанные с материнством, но и с трудоустройством, но и с представленностью их в политической сфере. Представленность очень важна, потому что кто как не женщины лучше знает свои проблемы. И чтобы там не говорили, никто, даже если, ну скажем так, кто-то находится у нас во главе государства, в правительстве и так далее, даже если занимаются какими-то вопросами, связанные с женщиной, все равно в достаточной мере хорошо они их себе представить не могут. Поэтому нужно, чтобы женщины сами участвовали в политике. По данному ООН, если их в целом в управлении государством принимают, находятся 20% женщин от числа, да, управленцев, то лучше решаются вопросы, связанные с детьми. Если 30, то, собственно, вопросы, связанные с женщинами. Чем больше женщин в управлении государством, тем больше внимания социальным вопросам, экономическим, а не, например, военным. То есть это достаточно важно. Также еще одним механизмом, ну скажем, способом решения проблемы может стать система менторства. Когда женщины, которые уже находятся в политике, помогают начинающим освоить разные управленческие процессы. То есть можно там запускать программы для того, чтобы женщины учились. Да, то есть никто не рождается готов. Политикам все этому учатся, и можно в том числе учиться не только на каком-то личном опыте, но и по специальным, например, программам. Следующая область — это трудовые права. Вот Международная организация труда, которые мы, кстати, тоже подписывали, провела исследование и пришла к выводу, что в 32 развивающихся странах доступ к трудовым ресурсам у женщин ограничен. По следующим причинам вы видите ранние браки, последующая беременность, то есть брак, беременность, семейные обязанности. То есть то, что женщина продолжает быть вовлечена больше, чем мужчина, в семейные дела, в принципе, ее ущемление, то есть там как и политических прав, то есть у нее там нет времени, например, заниматься политикой, так и к нарушению ее трудовых прав. У нее нет там либо времени, то есть возможностей, либо работодатель начинает дискриминировать ее по этому поводу, то есть, например, не брать на работу, понимая, что, возможно, она там идет в декрет, да, наверное, может быть, кто-то из вас сталкивался с работой, с вопросом предоустройства, собираетесь ли вы замуж, в вакансиях иногда пишут, что берем людей там без детей и так далее. Вот, ну и как мы рассказывали в Центре социально-экономических прав, ну, тоже там проводились различные исследования, работодатель, беря на работу женщину, думая, что она там, возможно, уйдет в декрет, считает, что его в чем-то ущемили, и поэтому изначально может брать ее на... с более низкой обладой труда, то есть он вроде как себе уже заранее компенсирует какие-то там риски, которые, по его мнению, существуют при приеме женщины на работу. При этом не только на международном уровне в Конституции, но и в Трудовом кодексе какое-либо ограничение в трудовых правах по признаку пола также, естественно, запрещено. И, опять же, нет никаких механизмов для того, чтобы это право свое можно было воплотить. Существует сложность доказать дискриминацию, вот как раз таки, что тебе платят меньше, там, например, чем мужчине, вот, потому что, естественно, работодатель прямым текстом не говорит об этом, он какие-то другие причины называет, почему он не берет, увольняет, платит меньше и так далее. Для изменения ситуации эксперты предлагают следующие меры, например, облегчить этот механизм доказывания дискриминации, перевозить время доказывания с работника на работодателя, то есть работодатель должен доказать в случае возникновения этого вопроса на его предприятии, что он никого не дискриминирует. Также можно принимать, наверное, какие-то веры по привлечению к выполнению домашних семейных обязанностей мужчин. Например, насколько мне известно, в Швеции не выплачивается пособие на ребенка в полной мере, если половину декретного отпуска с ним не провел второй родитель. То есть оба родителя должны попеременно сидеть с ребенком. Есть проблема перечня тяжелых работ, запрещенных для женщин. Кажется, 456 профессий, где женщинам запрещено работать. Якобы это связано с защитой их здоровья. Но, во-первых, там нет, как правило, научного подтверждения тому, что эти работы действительно опасны для здоровья. Либо, скажем так, государство, в принципе, должно делать эти работы менее опасными, потому что они вредят и здоровью мужчин. То есть, в принципе, нельзя, чтобы такие работы до сих пор существовали, потому что этот перечень существует сам с 2000-го года. Наверное, условия труда изменяются. Наверное, можно что-то сделать, не знаю, на предприятиях, химзаводах и так далее. Что-то такое, чтобы, скажем, снизить уровень опасности для всех. Вот, соответственно, для женщин тоже этот перечень, например, нужно пересмотреть. Более того, человек должен сам решать, идти ему на эту работу или нет. Вот, поэтому право, скажем так, выбрать, где работать или нет, должно быть и у женщин в том числе, а государство должно просто предпринимать меры по тому, чтобы снизить уровень опасности, но никак не запрещать. Отдельно можно рассматривать в трудовой сфере тему бизнеса, где женщины, как и в политической сфере, сталкиваются с дискриминацией по полу, с так называемым стеклянным потолком. Нет, слайда нет. То есть, когда, опять же, считается, что женщина способна выполнять работу в меньшей степени, и что ее будут загружать домашние дела какие-то. Вот, и поэтому не берут или не продвигают по службе. Также с продвижением по службе связано еще вот какой интересный момент, о котором не все задумываются. Иногда там мужчины говорят, что кто вам мешает работать, идите в бизнес, занимайтесь и так далее. Но они забывают, что у них карьерный путь прямой, в то время как у женщин он применен, например, детьми. То есть, кто чаще у нас берет отпуск по уходу за ребенком, кто чаще уходит с работы, потому что ребенок болеет, отпрашивается, имеют. Соответственно, возможно, для развития у женщины становится меньше. Она меньше там ездит на какие-то стажировки, которые также необходимы для того, чтобы занять какой-то важный пост, например, топ-менеджера. То есть, просто так же ты не становишься главой компании и не входишь в совет. То есть, нужно ряд процедур тоже пройти, пока ты развиваешься. Вот, женщины, к сожалению, этих возможностей меньше, даже если она хочет, ей труднее. И все так же приходится совмещать семейные обязанности с трудовыми. В социальной сфере есть несколько проблем. Я из них выделила, как наиболее важные – это насилие сексуальное в целом и домашнее отдельное. Тема домашнего насилия обсуждается с 90-х годов. Лет 10-15 периодически. Ее 10-15 назад появился законопроект о домашнем насилии, который никак не принимается и, что называется, лежит в столе. Вот, опять же, официальная статистика. Причем, скажем, со статистикой все сложно, потому что не то, чтобы ее там сильно подводят. И, понятное дело, что не все женщины обращаются, слушающие насилие в отношении их какие-то структуры. Поэтому сказать точные данные сложно, но вот МВД и ВЦИО представляют нам вот такое, что в 2014 году 25% убийств женщин совершены в семье, то есть близкими родственниками, ну и летальними, но относительно летальними, но тем не менее родственниками. А ВЦИО говорит о том, что 33%, одна третья, сталкивались с насилием в семье. Так или иначе. Здесь у нас, поскольку, как я уже отметила, у нас не принята Стамбульская конвенция, то есть не только на уровне механизмов, но и даже на уровне законодательства все достаточно плохо. В феврале прошлого года был принят так называемый закон о декоменализации побоев, у нас нет закона о домашнем насилии, который, как я сказала, лежит в столе, у нас нет положения о харассменте, на работе и так далее. То есть тут даже еще и не принято то, что могло бы защитить. Государство не видит, пожалуй, серьезной проблемы, а общество по статистике в целом не одобряет, но относится более-менее терпимо и очень часто обвиняет жертву, как, возможно, вы тоже знаете, жертву домашнего насилия или сексуального насилия вне дома, в том, что она вызывающийся вела или каким-то иным образом спровоцировала, и, в общем, сама себя виновата в том, что к ней, что с ней это произошло. В любом случае, с точки зрения закона, виноват всегда тот, кто совершил преступление, поэтому люди к этому не относились. Оправдания этому с точки зрения государства не должно быть, но государство тоже как-то не проводит ни просвещение, ни принимает соответствующие законы. Ну, отдельно я рассматривала тему положения женщин на Кавказе. Там свою специфику в связи с культурными обычаями. Вот там насилие происходит не только со стороны мужа, но и со стороны других членов семьи. Женщины больше, чем мужчины, по статистике считают, что должны одинаково работать оба супруга, а также воспитывать детей. Но мужчины могут придерживаться от другого мнения. И часто бывает такая ситуация, когда женщина, скажем, является, например, кормилицей в семье, но тем не менее у нее все равно зависимое положение. То есть от того, что женщина берет на себя функции, кроме домашних, ее статус, к сожалению, не меняется. Также там есть такие проблемы, как убийство чести за аморальное поведение. То есть если женщина, считается, опозорила как-то семью, ее могут убить похищение невест, строгие религиозные нормы, выражающиеся, например, вношение определенной одежды, то есть не по желанию, а по предписанию, и некоторые другие. Это еще надо было, наверное, в плане... Это надо было, наверное, касательно еще области политики сказать, вот это национальная стратегия правительства, которая противоречиво не присутствует в дискуссии мужчины, то есть, опять же, государство решает проблемы семьи только с женщинами, а в общем, такое ощущение как будто бы не существует, они там не принимают участие, ни в деторождении, ни в воспитании и так далее. Она достаточно размытая, и на нее не был заложен бюджет, то есть, опять же, национальная стратегия представляла собой свод каких-то предписаний неточных, которые якобы должны способствовать развитию равноправия в нашей стране, но конкретных предложений сделано не было. И немножко, опять же, по любой из этих тем, как я говорю, можно говорить долго, вот я, потому что время ограничено, стараюсь и кратко, хотелось бы отдельно затронуть отношение общества к гендерным ролям, потому что это же во многом тоже способствует, то есть, то, как мы относимся, способствует или не способствует развитию нас в целом, общества, способствует или не способствует принятию каких-то законов, то есть, например, когда на сайте российских интернет, как он называется, российских инициатив появился законопроект о забратье абортных, его, например, подписали, институт из-за человек, что было достаточно для рассмотрения государственной линии. Да, то есть, не нужно думать, что мы, что они влияют, конечно же, нужно, и, в общем, и часто, когда государство российское отвечает по замечаниям, например, того же комитета ООН о несоблюдении прав женщин, оно ссылается на то, что, например, к принятию закона о гендерном равенстве Россия там не готова, или что она тоже не видит проблему там в насилии страна, общества, и поэтому мы считаем, что принятие вот этих вот законов, дополнительных мер избыточным. Вот, я надеюсь, видно. Интересно, как расположилось в 2015 году по данным, кажется, тоже в ЦО, не увеличивается. Мнение граждан о том, от чего в 30-ти годах должен добиться мужчина и чего женщина. Вот это про мужчину. Тут мы видим, что путешествовать по миру и принимать участие в благотворительности ему вовсе не обязательно, но в 30-ти годах он должен получить образование, сделать карьеру, пройти службу в армии и завести семью. То есть тоже не то, чтобы слишком органичный круг получился, но по крайней мере сфера общественной карьеры, службы в армии и сфера семейная они немножко уравновешены по сравнению с тем, как видят гендерную роль женщины. причем как мужчины, так и женщины. То есть видите, какой перекос в сторону того, что должна женщина делать к 30-ти годам, в сторону именно семейных отношений. Улюбиться, вступить в брак, родить детей, карьера и вовсе не обязательно. Ну, образование нужно, да, вот. Ну, автомобиль, путешествия также почему-то не нужны. мнение женщины оранжевым выделено, мнение мужчин синим. Вот здесь то же самое. То есть в данном случае женщины и мужчины ну, в целом сходятся, да, есть различия, но они такие большие. Выводы. В общем, скажем, еще раз повторюсь, что Россия на международном уровне подписала достаточно много документов и также основные принципы недискриминации защиты прав женщин закреплены в документах собственно уже Российской Федерации, Конституции, да, там, Трудовой Кодекс, Уголовный Кодекс и так далее. Хотя в некоторых сферах законов и не хватает, например, по теме насилия, защиты от насилия. Вот. Но мало одного подписания, мало одного декларирования. У нас нет, как правило, более подробных законов о недискриминации, о защите прав, а также механизмов. Например, рабочая группа, которые занимались этим вопросом, действительно работающих, да, не каких-нибудь комитетов, которые ничего по этому поводу по большому счету не делают. Нет сложившейся судебной практики защиты жертвам от насилия или от дискриминации в трудовой сфере. Нет программ, которые бы помогали женщинам преодолевать стеклянный потолок в бизнесе или в политике. Нет образовательных программ не по поводу гендерного равенства, не по поводу той же контрацепции и так далее, и так далее. То есть можно сколько угодно говорить, что юридически может быть не все хорошо, но более-менее все это декларируется, но без конкретных мер это соблюдаться не будет. И в общем можно сказать, что с точки зрения защиты прав человека причины гендерного неравенства, я не беру сейчас историю и даже общественное мнение, хотя оно, безусловно, влияет, но если говорить о взаимоотношении людей с государством, то здесь именно не хватает каких-то конкретных вещей, которые бы способствовали защите и реализации прав. Все. Есть еще, например, декларация, которая появилась раньше, ее, кстати, Россия подписала, но декларация отличается от конвенции необязательностью следования этим нормам, то есть мы декларируем, но как исполняем, это уже другой вопрос. На конвенции они, как правило, подразумевают обязательное исполнение, если есть механизмы соблюдения этих прав, ну не знаю, суть там какой-нибудь или рабочей группы, то это также способствует защите прав. У декларации, как правило, этих механизмов нет, это всего лишь декларация. Вот, также, если говорить о документах, не только одни конвенции и декларации имеют место, есть разные, не знаю, программы устойчивого развития, итоговые документы и так далее, вот, если, и там, если говорится о проблеме насилия, и Россия участвовала в этих мероприятиях и подписала эти итоговые документы, то, по идее, она должна тоже что-то в соответствии с этими документами принимать по разрешению вот проблем. Не единственный документ, нет, но он считается одним из самых важных, что это именно конвенция, она достаточно свежая, вот, и затрагивает именно этот вопрос. В Когизии как бы это соблюдается в Когизии, в Когизии есть, в Когизии ну да, кстати говоря, вот по поводу насилия сексуального и домашнего, да, вокруг нас многое есть стран, которые подписали, но вот Россия все как-то упрямится, не хочет. Да, я вижу какой-то процесс. Скажите, пожалуйста, какие самые профессии женщины, больше всего подвержены к сигназу, которые не оплачивают только из родителей? Ну, сразу скажу, что так детально я этот вопрос не изучала, то есть там по профессиям, это нужно смотреть отдельно, но... Ну, вот так, что приходят просто наук или вот когда изучали? Мне кажется, это связано все-таки может даже не с профессиями, а с положением женщины в профессии, то есть ей сложно подниматься выше, да, на низовом уровне их может быть много, и там более-менее все может быть справедливо, но если ты хочешь большего, если ты хочешь там какой-то пост и соответственно больше денег, тебе уже сложнее это сделать. это более-менее наверное общая ситуация будет для всех. А можно еще такой вопрос, вот вы сказали, что конвенции, декларации, они вот отличаются по полной действии, и декларация, то есть она просто в принципе декларирует, то есть что желательно, тогда в принципе какой смысл ее подписывать страну, если можно это не выполнять? Ну, потому что, насколько я знаю, извините, вот декларацию о ликвидации, дискриминации в отношении женщин прописал, по-моему, 196 стран, и, ну, то есть, понятное дело, это и страны, в которых очень нравятся права женщин по прежнему. Ну, скажем так, на мой взгляд, это один из шагов для развития, то есть, когда появляется какая-то проблема, люди там ее не сразу, может быть, осознают, и не сразу придумывают, что с этим делать. Вот, поэтому сначала появляются декларации, а потом уже более, не знаю, подробные и обязательные конвенции. Точно так же, наверное, произошло и с темой насилия. Более того, скажем, когда эта тема возникает на международном уровне, государства, далеко не все там готовы взять на себя какие-то обязательства по этим темам, да, взять конвенцию и обязательства защищать, и какие-то механизмы в идеале придумывать и так далее, да, но они, скажем так, вроде как-то и не против работать по этой теме, и для того, чтобы у них была возможность не связывать себя конкретными обязательствами, но постепенно обводить свою жизнь и понимание необходимости и защиты этих прав, в том числе, там существуют и декларации, то есть государство декларирует, да, вы готовы чем-то заниматься, следующим шагом, по идее, у них может быть и должно быть подписание конвенции. То есть, такой момент не, скажем, не сугубо-юридический, да, вот раз подписали договоры, все, а еще такой, не знаю, политический, и культурный, и вот, и для осмысления проблемы. Вот я. Понятно? Спасибо. У вас. Я хотела бы сказать, что у вас на ваш вопрос про каких сферах больше всего это зависит от обычно татаристов и вербализация вербок керамбеклада, то есть, насколько подращенный торговый у вас, и чем менее подращенный, тем больше мы подворачиваемся с у нас. Во-вторых, чем более индивидуальный подход к каждому сотруднику, то есть, во всяких корпорациях, где, ну, например, кассир, настолько сэндрозированная работа, что там, гранат объединительные и исходя из тех пунктов, которые я назвала, последние скандалы, можно погуглить про них, это скандалы, связанные с актерами и актрисами, когда актер получал несколько времен и было больше, чем актриса, за какие-то на одной и с другой, в зависимости кем это было несколько. Ну, а если мы брали творческие профессии, где Это не субъективное суждение. То есть, играет два человека в одном фильме. И оба человека играют главную роль. Тут не может быть субъективного суждения. Мы уже оценим актерский талант. Ну, нет, мы не оценим актерский талант. А именно в таком актерском талант? Ну, айтина. Айтина. Я не знаю диапазон, я знаю, что Google будет с... Они официально ввели систему по борьбе с VHB. Официально признают, что он существует. Вы можете сами о том, что вы можете сказать. Можно не говорить? В том числе, как и в официальном сайте, в том числе, в том числе, в том числе, где есть женские профессии. Это, например, в том числе воспитателя, детском саде, где очень несколько заказов, и в школе учительницы, и в том числе. а вот есть еще очень много секторов, куда берут измежения, потому что можно меньше платить, и они туда будут проводить. Какое-то такое такое? Спасибо большое за дополнение. Я уже как раз сидела и подумала о женских профессиях. Сложнее сказать, где меньше платят, потому что это действительно непрозрачно, и никто не скажет, да, из работодателей так и в открытую. Но по профессии можно посмотреть, чем менее престижно в обществе профессии, тем там, к сожалению, больше женщин. Чем более престижные профессии, тем, скажем, не туда будет попасть. Спасибо за вопрос. А еще раз? Можно, тут вопрос. Спасибо большое за доклад. Это очень интересно. Я не понял, может, вы сказали, но я уже упустил, про национальную политику с 17-20-й год. У вас был написан, но там в комментариях пояснениях, национальную политику с 17-20-й годом было написано просто цифры по текущему состоянию, что женщины, по-моему, 60-48% подвергаются нарушению насилия и признали сегодня. Простите. Вот, ну а планы все-таки, национальные планы до 20-го года какие? Да, это я, скажем, у меня было отдельное рассмотрение этой национальной стратегии, вот, я не стала на ней останавливаться, я на нее взяла только цифры, потому что это, вот, собственно, государство признается в этом, что такие проблемы сейчас существуют, это цифры государства. А что касается планов, то, конечно, они декларируют борьбу со всем этим, но, опять же, там просто такие формулировки, что национальная стратегия заключается в том, что нужно там улучшить вопрос равноправия, да, там бороться с дискриминацией в трудовой сфере, уменьшить там, не знаю, количество населения в отношении женщин. То есть, одна из, один из моментов критики, как я уже сказала, то, что как раз-таки очень размытые формулировки национальной стратегии и не было на тот момент, ну, вот, к слову сказать, я потом уже не смотрела, по идее, должен был бы план быть конкретных мероприятий, но именно вместе с этой национальной стратегией он не предлагался, и, насколько я знаю, там не был заложен бюджет на реализацию, поэтому даже если бы планы появились, то, скажем, если нет бюджета, как можно что-то реализовывать. То есть, декларируется, да, будем бороться, как это нужно смотреть отдельно. Но на тот момент, вот, когда я занималась этим вопросом, когда стратегию приняли, ничего конкретного не было. Вот, но, к слову сказать, например, недавно прочитала, что правительство озаботилось перечнем запрещенных профессий и как раз-таки хочет сократить его, пересмотреть. То есть, не знаю, опять же, это только свежая информация, пересмотрят, и как пересмотрят, и пока непонятно. Вот, но какие-то подвижки определенные, ну, просто за этим нужно следить достаточно внимательно. Вот, если это дело касается национальной стратегии, значит, это на сайте правительства, например. Ответил? Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос, да, вот еще время. Как вам кажется, вот, такое отношение, да, там, к домашнему насилию, к вообще, там, к стремлению пенить жертв, оно связано с, в первую очередь, с какой-то вот неразвитостью именно феминистической поездки, да, и неразвитостью вообще скорее, ну, вот этого вот гражданского правового сознания, да, потому что я очень часто встречалась и с вещами, ну, то есть не то, что часто, но встречалась с вещами, которые не связаны, да, там, с насилием, с сексуальным, в общем, например, там, не знаю, меня как-то обворовал человек, которому, там, я дала ключи в вашем квартире, да, и мне тоже так же сказали, ну, а что ты хотела? Ты сама дала сюда ключи. Вот, я здесь совершенно согласна, я не знаю, как отводить из точки зрения, там, каких-то исследований, да, это уже, наверное, про психологию просто вопрос, да, а не про защиту права человека, но здесь я, мне кажется, это одного поля ягода, то есть то, что тебя воровали ты сам, или сама виновата, и то, что тебя там изнасиловали, ты сам сама виновата, то есть получается дело, не знаю, в каком-то сознании, скажешь, что все это сознание себя проявляет, как в обыденной жизни, так и получается на уровне законодательном. Спасибо.